Здравствуйте! Вы смотрите в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня, я думаю, очень важный эфир, потому что мы периодически в студию нашей программы зовем врачей-диетологов для того, чтобы они рассказывали о новшествах, ну и опять же опускались на нас немного с неба на землю, рассказывали вообще, что нужно все-таки делать. Сегодня у нас в гостях находится врач-диетолог Светлана Зилова. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Светлана, ну вам сегодня досталось, конечно. Я готовилась, поэтому вам сегодня достанется практически за всех и за вся. Потому что сейчас, если ты хочешь быть красивой, стройной, тебе предлагают ну столько всего, ну просто такое разнообразие, что очень сложно этого не замечать. Поэтому давайте будем разбирать по пунктам, да. В Благовещенске в том числе, ну не говорю уже, что по всей России, захватила мания есть уже готовая, сбалансированная, правильная. Вот есть там у нас и диеты Елены Малышевой, да, и много-много-много вариантов, когда тебе предлагают какое-то уже готовое питание. Вот давайте с точки зрения диетологии рассмотрим вообще, насколько это возможно, ну возможно, нужно ли это, можно ли это короткий срок хотя бы использовать, вообще нужно ли это делать? Вообще вот такое пакетированное питание, это не может быть нормальным питанием. В рационе ежедневно должны встречаться свежие фрукты, свежие овощи, мясо. Чем свежее, тем лучше, да? Да, чем свежее, тем лучше. Все-таки порошковая еда, это не еда, не здоровая еда. То есть мы за здоровое питание, и даже если вдруг людям никогда себе готовить как вариант, ну взять с собой несколько фруктов, я так понимаю, овощей, да? Да, на перекус, йогурт, фрукты, орешки, пожалуйста. Это будет лучше, чем еда из пакетов. Так, понятно. Есть еще такое модное слово тоже, вот, которое сейчас уже получило такие конкретные воплощения, детокс питания, да? Сейчас уже тоже предлагают готовые тебе и соки для детокса. Вообще, что такое детокс? Вообще, детокс, если брать после новогодних праздников, да, чтобы разгрузиться один день, пожалуйста, один день на таких напитках можно провести. Но больше, второй, третий день, пожалуйста, уже надо включать где-то нормальную еду и кушать. То есть не надо удивлять организм? Не надо, не надо удивлять их. Все-таки это больше стресс для организма. Ел-ел, потом раз, и сегодня нет еды, ладно, завтра нет еды. И послезавтра ее опять нет. И организм начинает запасы потом копить. Конечно, конечно. Все-таки на голодный желудок тебе сначала кислоты. Ладно, проголодались, опять кислота в желудок. И так изо дня в день эта кислота падает, падает, ни к чему хорошему это не приводит. А, вы то есть имеете в виду, что вот эти соки, они все фактически насыщены фруктовыми кислотами. А это, опять же, насколько я знаю, общаясь с врачами, что это те, пожалуйста, и гастриты, и эрозии, и язвы, и всевозможные последствия. Но я знаю, что к вам приходят не только поклонники детокса, которые потом тоже с всевозможными гастритами и всем остальным, но и поклонники абсолютного отказа от питания. Есть и такое, да? Есть и такое. Люди едят годами, едят, потом в один день понимают, что все, завтра я сажусь на диету. Почему-то на диету они начинают с голодовки. Сразу? Сразу. Не снижая суточную калорийность, не убирая какой-то определенный продукт, который приносил лишние килограммы. Начинают просто голодать. День воду пьют, два воду пьют. Вот так доводят себя. А еще и воду с лимончиком. С лимончиком, да. Чтобы повкуснее. Чтобы повкуснее было, да. И чтобы гастрит побыстрее пришел к нам. Ну да, видимо. А вообще, когда приходит человек, вот после такого глобального стресса для организма, что вы с ним делаете вообще? Как вы приводите его в форму? Для начала мы обследуем. Собираемся, анализы направляем. Затем уже мы ищем, вообще ищем мотивацию к снижению веса. Все-таки мы лечим не только вот сейчас говорят, а, рот закрыл, и все, и худеет. Нет. Мы ищем именно причины этого переедания каждодневного. Почему человек вечером не может себе отказать. И причины эти у всех разные. У нас почему-то заложено, что если человек склонный к полноте, он обязательно любит сладкое, да. Нет моих, наверное, 70 или 80 процентов моих пациентов. Они говорят, понимаете, вот я вот такая, но я не ем сладкое. Я не люблю булки. А что же тогда? Все равно, понимаете, можно и какими-то фруктами и овощами переедать. Люди считают, что я съела, там, в 10 вечера съела 10 мандаринов, но это же фрукты. Светлана, ну, понятно, да, что заедаем и зачастую стресс. Правильно я понимаю? Чаще, да. То есть фактически вы отправляете к психологам потом этих людей, да? Им нужны психологи или диетологи. Мы как диетологи составляем программу питания. Психотерапевты все-таки ищут причины, ищут мотивации к снижению веса, к изменению образа жизни, пищевых привычек. Вообще мы уже не раз говорили, что самая лучшая диета – это та, которая на всю жизнь. Я так понимаю, вы тоже придерживаете того же мнения. То есть не нужно искать какие-то экстремальные способы и подвергать свой организм всевозможным испытаниям. Правильно? Да. Но давайте вот к другому. Опять же, раз уж мы заговорили в начале о модных тенденциях, мы, никто, думаю, не будет отрицать, что сейчас огромное количество людей сидят в социальных сетях. Опять же, тот же Инстаграм пестрит просто снимками, даже пробежалась по ленте буквально сегодня, красивых девушек, стройных, со спортивными фигурами, да, и смотрят на них все остальные и думают, вот мне вы так же. Вот с этим мы сейчас уже, с последствиями Инстаграма, скажем так, вы тоже сталкиваетесь? Конечно, сталкиваемся с этим. Инстаграм сейчас очень развит, и ко мне приходят… Профессионалы, Инстаграм-профессионалы, да, назовем их так? Да, да, да. Те, кто вот повелся на этих профессионалов, те, кто вот так же гробит свое здоровье, девчонки молодые. Вот что же они вам рассказывают? Они же уже, наверное, все прочитали, все они знают, и все они на себе испытали. Что же они творят? Как правило, они приходят со словами «я уже сама как диетолог, я уже все знаю». Ну, через 5-10 минут нашего общения они понимают, что они далеко не все знают. И они не прислушиваются к своему организму. Они прочитали, что надо выпивать 30 мл на килограмм воды, на килограмм веса воды. И пьют эту воду, пьют, пьют. Она не лезет, но они пьют. Все понятно. Потому что так написано в Инстаграме. Что еще они? А питаются, мне интересно, они чем? Питаются у них очень все, строгая схема. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Все вот эти вот крупы наши, гречки, перловки, они это все отрицают. Потому что есть модные. Так, что же? Есть вкусы, есть булгуры, есть амаранты, которые дорогие, но они модные. Поэтому можно кушать их. А вообще, как диетолог, объясните разницу между тем и другим. В каждой группе есть свои полезные вещества, какие-то микроэлементы. Но все равно питание должно быть сбалансированным, и в организм должны поступать все вещества. То есть отрицать одно, отдавать предпочтение другому. Но и зачастую я тоже, когда смотрю, читаю все эти новомодные штуки, понимаю, что это есть вот в этом, в той же нашей обычной гречке. Очень много всего это есть в этом. И эти замены, вот у нас увлечение то семенами чила, то ягодами годжи. Это вообще оправданно. Переходят в зеленый кофе. Да, да, да. Вот объясните, оправданно это или нет? Или можно все найти в наших традиционных блюдах? Можно найти все в наших традиционных продуктах. Почему-то сейчас идет спирулину все покупают. Все очень любят спирулину. Наша морская капуста, дальневосточный салат. Та же спирулина. Дешевая и сердита. Пожалуйста, кушайте и получайте оттуда витамины все. Ну нет, проще пойти в магазин, купить что-то подороже, но выложить в инстаграм. Опять же, это все, что... Я так понимаю, последствия потом этих диет-марафонов, они тоже к вам приходят. Скажем так, специально. Кто-то приходит уже после марафона, кто-то приходит в середине марафона, потому что понимают, что что-то не так в организме творится. А с чем приходят они? То есть какие у них уже последствия после того, как они сидели на диете длительное время? Начинается все с того, что человек начинает чувствовать усталость. Вроде бы сначала это тяжело, кажется, вот голодаю где-то там вечером, ну ладно, передержалась, воды попила. Завтра мне тяжелее, послезавтра тяжелее. Кто-то там уже на работе упал в обморок, и тогда понимает, что с питанием какие-то проблемы. Я всегда пациентам говорю, невозможно, если ты 10 лет съедаешь мороженое, какие-то пирожные в 10-11 вечера, ты за день съедаешь по 6 тысяч килокалорий. Завтра ты садишься на марафон, где тебе дают тысячу килокалорий. Не надо так, надо постепенно снижать. Постепенно отказываться от каких-то продуктов, от которых ты можешь отказаться. Но я же так понимаю, что диетологи никогда не убирают все подчистую, правильно? Ваши пациенты удивляются? Мои пациенты удивляются. Когда пациенты приходят, смотрят на ужин, я выписываю, допустим, составляю план питания, и на ужин у меня идет каша гречневая. Сначала округляются глаза, говорят, как каша на ужин? Я говорю, каша на ужин. Ну, интересно, как я буду худеть. Потом приходят, уже видят результат. Они прекрасно кушают, они чувствуют себя голодными, и видят, что килограммы именно уходят потихоньку. А вот сладости вы им тоже предлагаете есть? Сладости не каждый день. Но если люди не могут себе отказать, не надо себя насиловать, мы к этому приходим не через месяц, не через два, кто-то через полгода, мы отказываемся от сладкого, от вредного, но не резко. Это все постепенно приходит, и осознание в голове приходит. То есть, насколько я знаю, любая привычка укореняется с 21 день. Да, видимо, нужно, чтобы вот этот 21 день обязательно прошел, и чтобы этот процесс был спокойным, без надрыва. Светлана, спасибо вам большое, что пришли к нам. Действительно, ответили на непростые вопросы. Надеюсь, что у вас будут разумные пациенты исключительно. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня мы общались со Светланой Беловой, врачом-диетологом, и смотрели программу «В центре внимания». Худейте, но с умом еще раз хочу сказать на прощание. До скорой встречи. Продолжение следует...